Девушки отдыхают 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 А где револьвер? В речку выбросил. Да и вообще не знаю этого студента. Не знаю, почему он в меня целился. Может, спутал с кем-то? Определенно. Покойный студент должен был убить кого-то из Елагиных. Что думаете? Вы давно знаете эту семью? Да. Я давно знаю семью. Только я в их дела не лезу. Я в них егерь, а не Стряпчий. Так, значит, счастливые от деревни. Нет. По тропинке от Елагиных. А из какого револьвера стреляли? Кольт. 53-го года. Сколько раз? Один. А мне больше не требуется. А он? Что он? Упал, значит, и... Упал. Ну, только успел пальнуть в ответ. Сколько раз? Один. Куда ему больше? Это платье великолепно. Пожалуй, тебе стоит обновить гардероб. Анна, поторопись! Анна, что, Стоп? Ты здорова? Да. Я просто задумалась. Ну, тогда, может быть, скажи. Поедем? Ой, я же забыла совсем. Я же Карабинникову обещала помочь с переводом. Ой, так некрасиво получается. Наверное, заждался меня уже совсем. В общем, я ненадолго. И к ужину обязательно вернусь. Анна, Анна, Анна! Трогай! Ну, вот. И родимый дом. Да, жаль, но торжественной встречи не будет. Увы. Держи, братец. Держи. Выпей за меня. Благодарствую тебе. Шоу! О! Может, вернемся? Нагулялись уж. Холодно нынче. Остудил голову-то. Теперь можем и поговорить. Да, маменька, дома оно как-то уютнее. Коль, разговор серьезный. Ты к нам уют дал нашли лишь помеха. Выкладывай. Полюбил я маменька. Всем сердцу. Я жениться хочу. Ах, вот оно что. Жениться. Завел, значит, голубок себе за знобу заради у тех тайных. А она в дом проситься стала. Так? Да на таких не женятся. Пойми ты, дурень. Маменька, это я так решил. Это я… Я хочу, чтобы она в дом пошла, как жена моя законная. И знать ничего не хочу. Голову она тебе морочит. Душа твоя наивная. А может просто забавляется. Маменька. А скорее с умыслом каким. Нет, нет. Это не так. Бордель устроил в домике охотничем. Там опять смерть хороводит. Хочешь беду на нас навлечь? Маменька, я его не убивал. Я у Гусятникова был. Вы же знаете. Я знаю, знаю. Знаю. Ты, ты хороший мальчик, послушный. Думаешь, она тебя любит? Да, любая босячка за тобой на пузе поползет за богатством твоим. Сынок. Маменька, до меня жизни без нее нет. Не дозвольте ей жениться. Как бы девица порядочная была. А эта? Не дорожит она честью девичьей. Сколько у нее до тебя было? Нет, маменька, она не такая. А какая? Такая, такая. Маменька, я не переживу, если вы не примите Дашу. Я из дома уйду. Смерть отца пережил? Стало быть, и остальное переживешь. Или хочешь мать в могилу свести? В критической жизненной ситуации мы столкнулись с несколькими случаями убийств, которые совершали люди весьма далекие от преступного мира, но их всех объединяло то, что они оказались в критических жизненных обстоятельствах, и все обращались за помощью к Морелям. Да, но почему Затонск? Ваш студент, он не исключение. Мы обнаружили его расписку в конторе Мореля. И когда от вас пришел запрос, я понял, необходимо ехать в Затонск. Морель поставил это дело на поток? Именно. Он приобрел известность и клиентуру в определенных кругах. И создал своего рода агентство убийств. Кто же он, этот Морель? Авантюрист. Человек без морали и чести. Задержать его, к сожалению, не удалось. Скрылся. Да, но почему жертвой должен был стать кто-то из Евагина? Один из братьев, Владимир, он в последнее время брал у Мореля крупные суммы. Значит, в городе должен находиться еще кто-то из людей Мореля. Из чего же это следует? Домохозяйка студента Уреля. Я думаю, подчищают следы. Убийца забрал документы, только не знал, что студент отдал накануне белье в стирку. И по меткам мы установили его имя. По нашим данным, Морель приехал в Затонск лично. И я рассчитываю здесь его взять. Ну, разумеется, с вашей помощью. Прошу простить, Ярослав Платоныч, Владимира Елагина видели в Затонске. Сейчас как вроде у матери своей в умении. Антон Андреевич, вы ждите в управлении, а мы к Елагинам проведаемся. Тарас Сверхон Святой, тоже feature-ше groundedness! У öl. Тарас Сверхон Парси Сверхон Уол 다른 YouTubers Ну и ligger на углубке. Очень shitty одеカップ. Здравствуйте. Меня зовут Анна, я дочь адвоката Миронова. И по поручению начальника полиции, господина Артюхина, я должна тайно осмотреть комнату вашего нового постояльца. Я надеюсь, вы понимаете меня, да? Тайно. Я не могу. Так не можете. Ну, хорошо. Я тогда сообщу господину Артюхину, что вы отказались оказать помощь следствию. Да, и вероятно, вас лишат патента. Как же это? Что же это? Перестаньте вывухать. Ваш постоялец — государственный преступник. Как? О, Господи. Такой приличный господин сведок. Да я остановился всего на сутки. Дмитрий. От комнаты. На пять лет. От комнаты. От комнаты. От комнаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодарю вас, господин Мораль. Зачем ты здесь? И вам доброго здравия, матушка. Маменька, ну, не надо бы так. Он же брат мой все-таки. Твой отец застрелился из-за него. Из-за твоего брата. О чем, маменька? О чем я? О том, что не отец твой стрелял на той ходе. А вот он, почудилась ему дичь в кустах. Потому как сильно пьян был, не мог дитят кабана отлечить. Отец всю вину на себя взял. А сказал, будто случайно пальмнул. Померяющемуся, мол, что-то. А потом и сам застрелился, не выдержал. А Володька уже начал требовать свою долю наследства. Узнал, что брату-то младшему все досталось. Грозился даже убить тебя. Да. А вот потому я из дому его и выгнала. Как ты мог? В охотничьем домике, это я его нашел. Он в луже крови лежал. Да мне 16 лет всего было. Да ты представляешь, каково это? Ты представляешь? Ты зачем вернулся, а? Зачем ты все нарушил? Я стала забывать этот кошмар. Владимир Семенович, я же наказывал вам не покидать Петербург. Анна Викторовна, здрасте. Какими судьбами? Добрый день, Антон Андреевич. У меня срочное сообщение для Штольмана. А где он? Он уехал срочно, но он скоро вернется, наверное. Хотите подождать? Может, водички? Я видела очень подозрительного господина. Я убеждена, что он причастен к недавнему убийству. Почему? Вы так считаете? Просто знаю. Поверьте мне. Кажется, его зовут Морель. Морель? Уваков тоже говорил про Морель, а он и охотится за ним. Нужно торопиться, пока не произойдет неправимое. Так. Вот. Это его адрес. А может, все-таки дождемся господина Штольмана? Антон Андреевич, вы что, не понимаете, что речь идет об убийстве? Ох. Надо немедленно задержать этого господина. А вы что, вы следили за ним? Так мы идем? Антон Андреевич. А что, если нам, ну, дождаться все-таки Штольмана? Ну, в управлении сейчас нет ни одного свободного городового. Вы, Антон Андреевич, может, боитесь? Что вы такое говорите, Анна Викторовна? Из ваших уст слышать это обидно очень. Отлично. Любезный Антон Андреевич, я не хотела вас обидеть. Сегодня надо все закончить, Даниэль. Последний шанс. Полиция идет по пятам. Даниэль. Надо уезжать. Слышишь, что я говорю? Даниэль. Надо уезжать. Срочно. Слышу, не глухая. И довольна называть меня Даниэлем. Хорошо. Тогда расскажи мне, почему сорвалась акция? Кто убил студента? Почему Алексей Елагин еще жив? Я все сделала как надо. Свела обоих в одном месте и в одно время. Студента поджидала на дороге. Но не дождалась. А что там произошло, не знаю. Следов каких студент не оставил? Все почистила. Хозяйка квартиры попила чай и заснула вечным сном. Документы студента сгорели в печке. Все. А я выхожу из игры. Я так и знал. Догадывался, что ты ведешь какую-то свою партию. Поэтому все пошло не по плану. Я хотел тебе только напомнить, что из моей игры живыми не уходят. А ты меня не пугай. Я с тобой никуда не поеду. У меня теперь свой интерес имеется. Думаешь, весь куш себе оставить? Унесешь ли душонка Мещанская? Унесу. Надоело мне от тебя подачки получать. И стелиться под тобой. Я лучше борчонка этого Елагина. Женю на себе. И он мне все свое богатство под ноги сам принесет. Нужна ты этому борчонку. Тебе, что ли, нужна? Ты только умеешь, чтоб пользоваться людьми. Я думал, у нас любовь. Может, это была любовь? Пока я не прозрела и не поняла, что с тобой у меня только пустота и тьма на душе. А впереди только смерть. У вас у всех впереди смерть. Не обманывай себя. Не будешь ты Елагинской невестой. Мать его не позволит. Невестой. Может, и не буду. Зато содержание получу пожизненно. Потому как ребенка его ношу. Тогда выпьем. За твоего ребенка и его будущее. Ну, напрасно это все, господа следователи, да? Не был я у домика в ту ночь. А где были? Ну, Гусятникова я был. Я же говорил вам уже. Да, вечером вы приехали к Гусятникову и были у него до утра. Но всю ночь вас не видела ни одна живая душа. Ну, так я спал. Я спал в гостевой комнате. Выпили мы изрядно. Ну, может так, а может нет. Приехали вы к Гусятникову вверху, так же ночью могли проскакать десять вверх охотничьего домика и вернуться никем не замечать. Чушь, чушь. Лошадь всю ночь постояла в конюшне. И этого тоже никто не может подтвердить. А вот застрелян был студент из револьвера той же марки, что мы нашли у вас. И стреляли вы из него. По нагару видно. Да, мы стреляли по бутылкам в Гусятникову. А это тоже не доказывает то, что вы не стреляли в студентов. Все против вас, Алексей Семенович. Может не стоит опираться? Пока ничто не доказывает того, что в погибшего он стрелял, Алексей. Уйдите. Следующий. Что ж, Владимир Семенович, еще раз повторю свой недавний вопрос. Угу. Что вас связывает с господином Морелем? Понимаете, тут такое дело, я задолжал Морелю крупную сумму. Оставил ему кучу векселей, расписок всяких на сумму гораздо большую. Подумал, что он удурил Морелем. Наследствия у меня никакого нет. Вы действительно считали, что Морель так наивен? Да. Да. Но потом я в последний раз все-таки посмотрел, что там в этих бумагах. Проценты. Проценты. Только за один год мой долг вырос в десять раз. Ну, я правда подумал, что, мол, черт с ним. Денег у меня не было и не будет. Что же вас заставило приехать в Затонск? Я же предупреждал вас не уезжать из Петербурга. Брата оставьте у себя, пожалуйста. Пусть у вас сидит. Умоляю вас. Довольно странная просьба, однако. У вас просто безопаснее. Алексею грозит опасность. Поэтому вы здесь? Да. Понимаете, Морель как-то сказал, что ему все равно, с кого получать долг, сменялись брата. Я только потом понял, что он собирается погубить Алексея. А все наследство, которое мне причитается по закону, забрать себе за долги. А почему отец лишил вас наследства? Это сугубо семейное дело, не имеющее касательство… Отец взял вину на себя за это убийство на охоте. Он… Он ждал, что я приду к нему с покаянием. К нему и к родителям девочки той. Я не пришел. Выходит, Виктор Иванович, и вы об этом не знали? Нет. Но тюрьма не грозила ни вам, ни отцу. Дело-то было улажено. Отец ждал, что то у меня совесть проснется. Не дождался, он сам стоял на коленях перед родителем девочки погибшей. А потом, не знаю, то ли не выдержав молвы людской, то ли скорее от стыда за меня за то, что сын у него без души и без сердца вырос. Застрелил. Все. А кто убил студента? Я не знаю. Я правда не знаю. Я узнал об этом здесь, в Затонске. Я не знаю. Теперь, когда у нас есть главный свидетель, определенно, господин Морель отправится на каторгу. Осталось только его поймать. Уведите. А где Коробейников? Коробейников. Сам номер на спешном квартале уголит. Что ж ты раньше не сказал? Не спрошу. Поехали, быстро. Тише. Скорее бы, штурман приехал. Как он узнает, где мы? Я ему записку оставлю. Тише. Как? Господин Морель, вы арестованы. За что? Господин Морель, вы арестованы. За что? Не приближайтесь. Я буду стрелять. Я предупреждаю. Извольте, я в вашей власти. У кого оружие в руках, тот хозяин положения. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стойте! Стой! На дворы проходы! В двое в квартиру! Есть! ВЫСТРЕЛ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ха-ха! Господин Морель, вы арестованы. Взять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Яков Платоныч, вы с нами? Езжайте без меня. Я пешком пройдусь. Трогай. А вы что, с ума сошли? Вы понимаете, что подвергли опасности не только свою жизнь, но и жизнь Анны Викторовны? Я хотел, как лучше. У вас не было. Я… Я вышвырну вас из полиции. Я Курпатон. Извольте точно исполнять мои указания. Если я вам сказал, ждать в управлении, нужно ждать в управлении. Анна Викторовна прибежала, сказала у Марии… Зачем вы ее с собой потащили? Она что, слушает кого? Нарекания вам на первый раз. В следующий раз уволим. Странно. Я не видел, как она уходила. Я внимательно смотрел и следов насилия не нашел. Полагаю, она была просто отравлена. Тело, однако, нашли под кроватью и она явно не сама туда забралась. Выглядело все так, будто ее туда затолкали уже мертвую. А смысл? Я не вижу в этом логике. Ненависть. Там было два бокала и Мария Ильяна ее перехитрила. Наблюдала ее агонию, а потом наказала ее. Демонстрация власти. Если все так, как вы говорите, я их впадаю на счета. Мир просто сошел с ума. Нец плас ультр. Дальше некуда. Анна, мы должны серьезно поговорить о том, что произошло вчера. Простите, я заставила вас волноваться. Простите, это слишком просто. Ты должна пообещать нам… Я обещаю. Свяжу предание. Анна, пойми, это не шутки. Записка из полиции для Виктора Ивановича. Как адвокату семьи Елагиных вам надлежит явиться в полицейское управление сегодня же в полдень. Начальник Соснова отдела полиции Штольман. Прошу прощения. Дела. Ну, конечно, Елагин. Уже и не до дочери, если Елагина. Я ее адвокат. Ты не забыла? Благодарю вас за помощь, Яков Платоныч. Приятно было с вами снова поработать. Милости просим, Илья Петрович. Мне искренне жаль, что ваша карьера в Петербурге была так внезапно прервана. Вижу, хватку вы не потеряли. Лихо. Мореля. Раскрутили. Да что ж. Да. Благодаря вам мы получили его признание в убийстве Дарьи. Хотя, кто бы мог подумать, что такой подонок способен потерять самообладание требности. Не смог он смириться с тем, что женщина вышла из-под его власти. Видно такой характер. Прощайте. Яков Платоныч, в Петербург-то не тянет. Скучно здесь? Пойди. Да нет, Илья Петрович, не тянет. Мне здешняя неспешность милее столичной суеты. Ну, тогда прощайте. Пора в путь, господин Морель. Спешу порадовать. До Петербурга вы поедете совершенно бесплатно. Как говорится, за казенный счет. А вот за убийство Дарьи Климовой придется заплатить сполна. Свидетелей хватает. Не было повыдения рассудка от ревности. Судя меня оправдает. Ну, что ж, посмотрим. Меня еще трогаешь. Да. Софья Николаевна, ваш сын признался в убийстве. Как? Не может быть. Он уговорил себя. Признался под тяжестью улик. Алиби у него нет. А студент был убит из его револьвера, так что все против вашего сына. Да ведь признался же егерь. А вот это самое оговоре. Он не знает всех обстоятельств. Не мог Алексея убить. Не мог. Да и зачем ему? Это егерь. Он же сознался. Во всем сознался. Яков Платоныч, а какие основания для подобного заявления? Приведите егерь. Слушаюсь. Так а почему вы не в участке, Антон Андреевич? Я так понимаю, там ведь сегодня заключительный акт вчерашней трагедии? Да там без меня полный зал. Аншлаг. К тому же Штольман дал мне выходной. Ох, а я бы послушала. Анна Викторовна, там вчера у Мореля я не то чтобы струсил. Ну, не подумайте. Антон Андреевич, а пригласите меня куда-нибудь? У вас же выходной сегодня. Да сколько можно повторять? Случайно получилось. Но я в темноте-то не разобрал кто там. Вижу целится. Но я и выстрелил. А откуда вы подошли к домику? Со стороны деревни? Нет. От Елагиных. Отпустите его. Он не виновен. Спасибо тебе за верность, Ермолай. Да мне то за что. Мне, Софья, к ней взгодом не привыкать. Все угадал Ермолай. Все вычислил. А ведь он знал, какой у вас револьвер. А то, что стреляли вы один раз, просто угадал. Ошибся только в одном, с какой стороны вы к домику подошли. Я ему подсказал, что со стороны деревни, а он подумал и возразил. Говорит, со стороны вашего дома не угадал. А вы почему подошли со стороны деревни? Там окно с той стороны. Я хотела посмотреть, не горит ли свет. Расскажите все по порядку. Записку я получила. Про свидание сына моего, Алексея. А записку эту написала Даша, сообщница Мореля. Она хотела выйти замуж за Алексея, войти в богатую семью и избавиться от своего любовника Мореля. Понимая, что согласия госпожи Еланиной на брак с Алексеем ей не получить, она построила все так, что на место встречи со студентом явилась именно Софья Николаевна, а не Алексей, который был запланированной жертвой. Продолжайте, Софья Николаевна. Я тогда решила застать их обоих врасплох. Накинула я, значит, плач с капюшоном, чтобы не узнал никто. И пошла к охотничьему домику. Револьвер с собой прихватила, что от мужа остался. Ночь, лес, мало ли что. А говорили, что револьвер в речку выбросили? Солгалая, уж не обессудьте. Темно было, холодно. Я к домику подошла. А в десяти шагах увидела человека с револьвером на изготовку. Он выстрелил. Убил. Убил все, слава богу. Невольно получилось. Не хотела я его убивать. Меня муж учил из револьвера стрелять. Любимая была его игрушка. Рука, вас верно, ничего не скажешь. Прямо в сердце попали? Обращаю ваше внимание, что имеет случай самозащиты при непосредственной угрозе жизни. Мудрен уж, больно. Чем сложнее затея, тем меньше шансов на успех. Так на этот случай у Дарьи другой план был? Беременна она была от Алексея. И могла рассчитывать на триличные содержания. Беременна? Да. Откуда вам это известно? Она в сердцах рассказала об этом Мариле. Виктор Иванович, как бы то ни было, прошу вас, помогите Софье Николаевне изложить все рассказанное на бумаге и оформить соответствующим образом. Не сочтите за труд. Конечно, Иван Кузьмич. Скажите, а что с Алексеем и Владимиром? Закончим с формальностями, отпустим их домой. Полиция не имеет к ним претензий. Яков Платоныч, не говорите ничего Алексею про беременность, про этого. Очень прошу. Музыка Прощай. Напоминай лихом. Не надо по тебе улежать. Мать не простила и не простит. Простит. Простит, дом сожгла. Простит, дай и время. Вот я и даю, Иврю. А ты? Ты прощаешь? Я тебе не судья. Давай. Жду во всякое время. Береги себя. Пошел. А Морель в Петербург так и не доехал. Бричку его нашли в полях. На обочине дороги. Ну, а в ней в Мореле двое городовых, мертвы. Господи, а кто жив? Подозреваю кучера, исчез бесследно. Ну, как странно. А, вот еще. Ребушинский написал статью студента, который пошел на убийство ради денег для своей больной сестры. Как он все это выгодил? Не поленился. В Петербург съездил, но и замучил там всех своими расспросами. А я вот все время думаю, а если бы мне пришлось выбирать, как бы я поступила на месте студента? Не стоит задаваться такими вопросами, Анна Викторовна. А вы, Яков Владимирович, пошли бы на преступление ради родного человека? Нет. Я полицейский. Да вы только так говорите, чтобы от меня отделаться. Что с вами? Так. Призраки. Игра в воображение. И много их там? Да будет вам, Яков Владимирович. Слишком вы впечатлительны, Анна Викторовна. А вы так умеете все просто и убедительно объяснить, дорогой Яков Владимирович. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это её подруга приходила? Да. Я пробовала вызвать её дух, но ничего не получается. Такое чувство, что словно что-то мешает. Как будто она сама не хочет, чтобы я её тревожила. Ну, значит она жива? Значит жива? Я к что-нибудь участок. Спрошу, не заявлял ли кто об этой девушке. Здравствуйте, мадемуазель Жёлдина. Будьте любезны, я бы хотел увидеть Аглаю Львовну. Да? А она ещё не выходила. Так я могу распорядиться вместо неё? Чего вы желаете? В какой комнате проживала мадемуазель Григориева? Проживала? Хм. А что с ней? Убита. Яков Платоныч? Что-то случилось? Ваша подопечная, мадемуазель Григорьева, убита. Комнату её покажите. Сюда пройдёмте. Женечка часто ездила на могилку к своей матери. Я её отпускала. Я, знаете ли, относилась к ней по-особенному. И что ж такого особенного в ней было? Позвольте полюбопытствовать. Ох! От нашей графини многие голову теряли. Но она никогда, она никогда не стремилась вырваться отсюда. Отчего же? Знаете ли, вкусила тяжёлой жизнью. Она всегда была роковая. Денег при ней совсем никаких обнаружено не было. Да? Но она этим не была обделена, поверьте. Самая дорогая девочка моя. Вы всех её гостей знаете? Последний месяц, можно сказать, что она была на содержании. Всего один гость посещал. Белецкий. Да-да, управляющий Яковлева. Это фабриканта Яковлева? Его-с, его-с. Это очень солидный клиент. Правда, здесь он никогда не оставался, но бывало, брал её даже на два дня. А это не дёшево. А из новеньких кто-нибудь к ней проявлял интерес? Ах, студент. Ну, конечно. Студент нахаживал. Часами сидел в зале. Знаете ли, такой идеалист. Боже мой, откуда такие берутся? Мать, вы говорите, у неё умерла, а отец? Аню, я ничего не знаю. Женечка была из Зареченска. Это на том берегу. Точный адрес знаете? Нет. У нас здесь семейственность не поддерживается. Как съездили, Антон Андреевич? Ай, всё зря. Нет в губернии денег даже обновить наш экипаж, не то, что поменять. Привёз прошение с отказом. Так и будем, значит, на старых колымагах гонять. Коля. Николай. Вершинин. Антон, Антон, Коробейников. Я слыхал, что ты при сыске. Задержан на месте преступления. Господин следовательный участок припроводить. Вот так дела. А, хорошо. Я принял, ты свободен. Убийство, Антон. Что случилось? Убийство, Антон. Необъяснимо. Что-то во сне страшное почувствовал. Прямо холодный пот прошиб. Ну, а кто она тебе? Она работала в заведении Маман. Здравствуйте, Анна Викторовна. Добрый день. Мне необходимо увидеть… У вас что-то важное? А то я, видите ли, немного занят. Это девушка? Откуда вы знаете? Случайно. Сам узнал только от задержанного. А кто он? Студент Вершинин. Товарищ мой. Его подозревают? Надеюсь, нет. Ну, что? Что все повылазили? Господин следователь ко мне пришел. Быстро, Богом, Натан! Подождите, Аглая Львовна. Я хочу с девушками поговорить. Скажите, над ней сильно издевались? Они Женечку по дороге схватили. Кто-нибудь знает, с кем она могла встречаться на Малой купеческой? Ее гости в такую дыру не хаживали. Не гости, а знакомые какие. Если сама решила, то сама и пошла. Ничего не боялась. Женечка, она отчаянная была. Она за правду прям на рожон влезла. Глаза белые делались. Аж жуть. За правду ее поди и убили. А за какую такую правду? А мне почем знать? Позвольте. Женечка, она не любила о своих делах болтать. Господин следователь, клиент у меня есть один. Ну, такой. Запрос у него. Специальный. Он тут грозился иголками тыкать. Говорит, мне Люба дорого смотреть, как тебя корчит. Он тут, Женечка, интересовался. Кто такой? Жорж. Псевдоним для визитов к вам? Не могу знать. У нас не принято документы спрашивать. В последний раз, когда он был, он все за Женечку засматривался. А так он только ко мне ходит. Может быть, они, это, сговорились. Когда он снова придет? Да кто же его знает? У него нет расписания. Если появится, сообщить сможете? Непременно. Только вы, маман, не говорите. Ой, что-то я боюсь теперь Жоржа этого. Ну, а что вам бояться? Любовь с тобой у вас давняя? Он совсем сдурел. Все хуже и хуже. Прямо, держи, мой. Издевается, как над лягушкой какой. А Женечка этого терпеть не стала бы. Значит, если появится, сразу за мной присылайте. Заречный Слободин. Яков Платоныч, мне сказали, что вы здесь и я вот… Убитую звали Евгения Григорьева. Мать умерла, а вот отец жив, возможно. В Заречный Слободе на том берегу жили, так что вы отыщите кто есть из родственников и опросите. Непременно. А что с Вершининым? Серьезные против него улики? Так вы что, осведомлены уже? Допросил его, вины свои не признает. Улики? Улики еще надо искать. Я давно знаю его. Он не похож на убийцу. Это говорит мисс Ищик? Похож, не похож? Удивляете вы меня. Да, да в голове не укладывается. Приятель, можно сказать, под подозрением. Благодарю. Доктор Сомов Константин Алексеевич. Прошу его, как говорится, любить и жаловать. Здравствуйте. Штольман, следователь. Очень приятно. Дело в том, что доктор Сомов, я полагаю, был единственным, кто мог выписать морфин. Вы позволите? Конечно. Собственно, назначение абсолютно соответствовало показаниям. Выхода, к сожалению, не было никакого. У него уже начинались боли. Так вы лечили ее? Да, это моя пациентка. И болезнь у нее была неизлечима? Да. И она об этом знала доподлинно. В курсе были, чем девушка на жизнь зарабатывает? Меня как врача это мало интересовало. Я провел обследование и выявил опухоль. И сразу же ей сообщили? Обрисовал ей общее положение дел. Максимум полгода тяжелой болезни. Очень тяжелой. Признаться, восприняла она это совершенно спокойно. Возможно, уже чувствовала что-то? Да, несомненно. Ну что ж, благодарю вас. Вы, вы свободны. Значит, доктор Сомов? Или что же он за птица? Он очень толковый доктор. Имеет свою частную практику. Что же он в таком случае в больнице делает? Ну, так ведь наш попечитель, ну, господин Яковлев. Он что, к нему отношение имеет? Сомов его личный семейный доктор. Вот как. То доктор, то управляющий. И за всеми господин Яковлев? Вы что, вы полагаете, что это он мог заинтересоваться девушкой? Во всяком случае, эти отношения нужно проверить. При таких-то обстоятельствах могла ей на шантаж пойти. Кадетик? Тоненький, миленький. Не дадите покурить. Так я не курю. Ну, тогда лафину. Ужас, как мы любим лафин с шоколадом. Ну, не жмойтесь, ну. На это я погляжу, у вас тоже нет средств. Она ж кровопийца, Паша. Тварь! Ползуч. Я ж сегодня работу оставила. Ой, Лимонтик наш пришел. Ну что, мы в этот раз будем как в прошлое играть? Да, моя ненаглядная. Ой, Лимонтик наш, даже думать не в чем. Вы за денег убили. Я сама слышала, как маман с экономкой это говорили. А им это что? Ну, говорят, не могла на ней сэкономить. Сама увидишь, как они начнут деньги искать. Спрячь меня, Лиза. Не поеду я больше с ним. Хоть под землю провались от него. Иди в полицию. Найди следователя Штульмина. Я пока его здесь отвлеку. Поняла? Хорошо. Собирайся, милая. Прогуляемся. Куда на этот раз? Хоть бы и в номера. Ну, не томи. Собирайся. За все уплачено. Да. Полкаша. Лафиту, шоколаду и фруктов. А мне, как обычно. Ну, не томи. Не томи. Григорьев. Валентин. Да. Я вас весь день разыскиваю по всей слободке, а вы вон где. В городе. Хорошо добрые люди подсказали. А вы кто? Я из полиции. И у меня для вас плохая новость. Ваша дочь Евгения погибла. Женя? Ее убили прошлой ночью. Кто? Кто? Неизвестно, но мы ищем убийцу и непременно найдем. Да. Ушла из дома. Она двенадцати годов, как ушла из дома. Господи, ты шо ж ты делаешь, а? Я ее искал. Я ее постоянно искал. Но я ничего не знал о ней. Простите, но я должен спросить, вы знали, что она работала в заведении маман? Что? У нее был желтый билет. Ой, желтый билет. С широкой сытой артелью, то туда, то сюда. Ну как я мог что-то знать, а? Скажите, что вы сейчас делаете в городе? Что? В городе, в городе что? Что я здесь делаю? Подряд на стройку. Я уже третьи сутки так катаюсь в этом. Скажите, а до этого, до этого вы в городе давно были? Давно. А дочь видели? Дочь в последний раз видели тогда? Тогда в двенадцать лет, верно? Да? Она принципы свои имела. И мнение самого резкого свойства не боялась высказывать. Положим, и что? Да вот, да хоть бы полкану этому влепила. Недавно. Вот знаете, гостей из трактира обводил. Совершенно непотребных. Так она, не стесняясь в выражениях, начала его за какого-то психа отчитывать. Больницу, говорит, его на нас вести, а не ублажать. Если б я только уговорил ее уехать. Не стоит брать на себя того, что не по силам. Нет. Она могла бы выучиться. И навсегда заброситься своим делом. Да, только она не верила никогда. Потому что не первый у нее такой. С романтическими чувствами. Вы, Николай, свободны. Я действительно свободен? Я могу идти? Да, я не вижу пока причин вас задерживать. Да, из города не отлучайтесь. Войдите. Господин Штольман, меня Паша отправил к вам. Ох, Аннет. Достанется мне от твоих родителей. Ты должна ценить такого дела, который тебя по местам преступлений прогуливает. О, да. Мне страшно повезло. Ну, быстро прибрались. И ведь ключи выдали. Вот так вот поселиться в гоистине, если не были. Я не знаю, что несколько часов назад здесь кого-то и убили. Давай уже начнем. Ну? Ну, что ей мешает? Ну, ведь не просто так она возле студента явилась. Я же просто хочу помочь. Скажите, любезный, а в каком номере только что уединилась парочка? Сударь, я не понимаю. Прекрасно вы меня понимаете. Может быть, она сама не хочет, чтобы мы ей помогали. Такое случается. Я не знаю, что вы там себе вообразили, но у нас приличное заведение. Ежели желаете комнату… Ее смерть была ужасной. И остались люди, которые хотят знать, как это случилось. Однако, Аннет, в нее могут быть совсем другие резоны. Эти резоны нам неведомы. Что это вы думали? Хорошо, я из полиции. И советую вам отвечать быстрее. В какой номер уединился господин средних лет с молоденькой девицей? Кто ты? Поиграй со мной. В России. В России. В полиции. Оттуда же мне знать, что вы полиция. Может быть, муж какой-нибудь ревнивый. Я Женя звала. А я ведь, Женя, разве ты не видишь? Почему? Я просто посекочу. Они прошлись в номер шесть. Так это там, где у Ристова было? Точно так-с. Так там уже все убрали. Здесь скверно, совсем все скверно делаешь. Я всем об этом расскажу. Дверь откройте. Дверь откройте. Минуту. Вы что тут делаете, черт подери? Яков Владимирович, я просто хотела… То есть… Мы хотели… Положите! Развяжите меня! Где он? Бежал! Развяжите меня! Девушку развяжите. Да что вы стали как истукать? Ну развяжите меня! Не знаю я его настоящего имени. Ничего я о нем не знаю. Побоялась спрашивать. Как я хотела вырваться. Он озверел. Сатана есть, сатана. А тут вы. Полиция, полиция. А что, если он меня на улице поджидает? Сбежал он. Думаю, больше к вам не подойдет. А если подойдет? Петр Иванович, девушку проводите. Я вас провожу. Спасибо вам. Я благодарна буду. Я сначала завезу тебя домой, а уж потом барышню. Я доберусь. Ты не переживай за меня. А ну, я провожу. Честь имею. Кхе-кхе-кхе. Что же, Яков Платоныч, барышню проводить отказываюсь? Много чести. Не замечала я за вами этого. Высокомерие. Помилуйте, эта подопечная маман сама выбрала свой путь. Сама? Да. А был ли выбор у нее? И вы туда же. Я сегодня уже разговаривал с одним студентом-идеалистом. Перевоспитать нашу убиенную, думаю. А если бы у него получилось? И жили бы они долго и счастливо. Если бы. Вот только далеки все эти мечтания от реальности. Вы считаете, что этот Жорж и есть убийца Жени? Выводы делать рано. Да. Если бы не ваша самодеятельность, наверное, мы узнали бы чуть больше. Может, расскажете, кто вас вывел на это дело? Одна из ее подруг. Так я и думал. Лиза? Я прошу вас, вы берегите себя. Этим маньяком может оказаться кто угодно. Вы так трогательно заботитесь обо мне? Спасибо. Все. Мы потеряли что-то подrukку. Я уже говорил не так. Мы выбрали то, что он Wochenende. Мы вернемся к полу. 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 Доброе утро. Аннет. Да, да, да. Я старый, но и вам, и бессонница уже возрастная имеется, а вот ты… А что я? Да. Девушке следует иметь цветущий вид лица. А для этого надо, ну, ложиться рано. Ела. Так. Ты, значит… Да. Да. А я как только барышню проводил, так встретил своего приятеля давнего-давнего… Как только встретил его, так мы с ним всю ночь в трактире просидели и все разговаривали с ним, разговаривали, кто да сёк. И, мол, вспомнили. И… А он болтун. Ой, какой болтун. Ужас… Ужас. Ну, человек замечательный. Прекрасный человек. А выглядишь ты… Выглядишь ты уставший. Опять всю ночь с духом. Ну, а чего ты вот себя изводишь по ночам? Вспомни лучше лицо нашего сыщика. Он же мне одно слезы давил. А ангел во плоти. Спасите! Помогите! А наш ребёнок, она такой ребёнок. Не желаете ли угостить даму модеррую? Вообще… Вообще все женщины, конечно, как дети. Как дети. Потому что они не хотят отвечать на взрослые вопросы. Что? Ну, зачем она тогда вообще приходит? Куда? Я поняла. Она просто долго не может противиться моей воле. Ну, поэтому она приходит ребёнком. Ну, чтобы ни за что не отвечать. Дядя! Ой, ты гений! Обращайся. Обращайся. А я пойду поспрю. Угу. Угу. Ночь тяжёлая. Нырди меня. Давай, давай, ищи меня. Поиграй, играй. Давай, давай. Ищи. Ищи меня, ищи. Ищи меня. Давай, давай. Холодно. 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 Теплее. Тепло, тепло. Горячо. Не спрашивай меня ни о чём. Я сама решила уйти. Сама. И ничего я тебе не скажу. Не тревожь меня больше. Толку от отца этого никакого. С двенадцати лет он её не видел с тех пор, как она из дома сбежала. Какая несладкая жизнь. Хорошо, что он выпивший был. С пьяным, поплакал. Да, вроде, смирился. Иначе не знаю, как бы я ему сказал. И где он теперь? А пусть стоял на дворе, что за ярмаркой. На стройке там работает. С тех пор, как жена умерла, живёт бобылён. Других детей нет. Надеюсь, с господином студентом всё в порядке? Стреляться не надумал? Господь с вами. Десятой дорогой должен он обходить. Публичный дом – это же ловушка для идеалистов. А вы, Яков Платоныч, не верите в чистое намерение по отношению к девушкам такого рода? Да? Ад полон добрых намерений и пожеланий, Антон Андреевич. Всё ещё подозреваете Вершинина? Уже нет. Думаю, Евгения другому тайное свидание устроила. Неужели Жоржу? А может и Жоржу, а может быть уважаемому господину Белецкого? А вы спросили, от чего умерла жена Григорьева? Нет. Это же было десять лет назад. Неужели вы думаете, есть какая-то связь? Прошлое иногда возвращается. Здравствуйте, Анна Викторовна. Анна Викторовна. Она сама этого хотела. Евгения, она хотела, чтобы его убили. Это вам она сама сообщила? Да. А почему она хотела, она вам не объяснила? Нет, она не хочет об этом разговаривать. Своенравные духи пошли. Ни порядка тебе, ни закона. В участок их не вызовешь. Анна Викторовна, извините. Григорьева, отправляйтесь. Григорьев, отправляйтесь. Поехали! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Сырять вон, полиция! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вы ранены? Что с вами? За нож схватился. Кто это был? Не знаю. Вам надо срочно к доктору. За что они напали на вас? Я ж говорил, не знаю. Все, идемте. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА День добрый. Добрый день. Чем могу быть полезнее? Скажите-ка, любезный управляющий, ваш дом? Спасибо. Извольте, пожалуйста, за мной. Добрый день. Управляющий Белецкий к вашим услугам. Добрый день. Управляющий Белецкий к вашим услугам. Владимир Батонович, начальник светлого отделения. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Чем могу служить? Я по поводу убитой девушки из заведения Глая Львовна. Вы ее знали? Разумеется. Иначе бы вы сюда не пришли. Разумно. Часто там бывали? Случалось. И всегда забирали Евгению с собой? Не помню. Кажется, да. Доктора Сомова вы ей рекомендовали? Нет. Вот доктора я ей не рекомендовал. Уверена? Совершенно. Что ж, получается, если б вы в действительности общались с девушкой из заведения Маман, неужели не поинтересовались бы ее здоровьем? Мне бы не хотелось вызывать в отделение на допрос уважаемого человека. Так что следствие просит от вас помощи. Я вас понимаю. Яков Платоныч. Благодарю. Здравствуйте, Яков Платоныч. Желаете отужинать? Нет. Благодарствую. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Господа хорошенькие. Милостивый, сударь. Уделите мне минуту вашего времени. С кем Григорьева встречалась в мебели ровных комнат? Я ничего не знаю. Она не была моей лучшей подружкой. Врешь. Все обо всех ты знаешь. Обстаньте от меня! Я увечен от детских лет! Поэтому и обнагнул в конец. Только не надо меня бить. Пожалуйста. Говори. Кто такой Жоржа? Я его здесь встретила. С виду так. Обычно приказной. Но и над мелькает что-то в глазах такое. Я сразу понял. Он, парень, не промах. Это не простой парень. Не простой. Если бы вы знали, чем он на жизнь зарабатывает. Кто это? Да. Никитан Григорьев. Антона Андреевича его привезли. Вас заждаются. Да я его и не разглядел. Там темно было и вообще не до этого. Он такой молодой. Крепкий. Да вы тоже не из дробкового десятка, как я погляжу? Да, сила есть пока. Почему напали на вас? Да по чём я знаю. Должна же быть какая-то причина. Я человек мирный. Никого не обидел. Артель мной довольна. Не ведаю я. И никаких предположений? Да не было такого. Ну, по молодости, да, было. Дрался. Что было, то было. А теперь чего уж. Я человек степенный. Ладно, а что с женой с вашей случилось? С какой женой? Я уже десять лет как вдовец. Да вот с той женой что померла? Так померла. От чего? Беда. Напали ночью на улице. Домой пришла избитая. И померла через время. Кто напал? Почему? Ну, ограбить поди хотели. А кто? Неведомо. А вы не думаете, что между всеми этими случаями есть связь? Дочь вашу убили. Жену десять лет назад убили. Вас хотели убить? В чём причина? На всё воля Божья. Куда гоняли? Здесь вам нет никакой ночи. Что это такое в самом деле? Господин Штольман. Это кошмар какой. Это пропала моя девушка. Лиза! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Четыре-пять. Я тебя иду искать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, Эка Владимирович, что это такое в самом деле? Господин Штольман, пропала моя девушка, Лиза. Это кошмар какой-то. Как пропала? Не было и её дома. Нет её вещей. И что? Её кто-то выманил из дома, уверяю вас. Допустим, она уехала. Не в рабстве же она у вас? Она никогда, никогда не ушла бы сама, уверяю, Боже, мы её убили, её убили. Антон Андреевич, дайте команду городовым. Пусть отобьют телеграмму по всем станциям. Елизавета Тихоновна, Жёлдина. Слышали? Слушаюсь. А вы, Аглая Львовна, подождите, пожалуйста, в коридоре. Это такое горе, это такое горе. Это такое горе. Горе. Молодой человек. Может, всё-таки кто-то думает, что Женя передала деньги вам? Я не знаю. Я не видел никаких денег. А вот отец я скверный, не доглядел за ней, а посля матери и покатилась по наклонной. Ну что ж, вы свободны, господин Григорьев? Благодарю вас. Только советую смотреть по сторонам. Мне бояться нечего. Я человек честный. Петиция королеве Виктории. Более миллиона английских женщин просит Ея Величества о закрытии публичных домов в воскресенье. А я вот соседку нашу вспомнила. Заревскую. Это ту, что с Драгунским поручиком сбежала? Да она самая. И от чего ж ты её вспомнил? Да так вот. Ассоциации. Наверняка в каком-нибудь борделе. У какой-нибудь маман. А слушай, ну почему же обязательно в борделе? Бежать с поручиком, значит, непременно в борделе. Нет, да посмотри. Новости как по заказу. Переполов в заведении маман. Девицы заведения пропадают одна за одной. Так где она? У себя. Надеюсь, она далека от этого дела с девицами. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Поиграем в прятки? Ты где? Ну, поиграй со мной. Женя, где ты? Я здесь, я здесь. Нет, нет, я снимаю. Так нечестно. Скажи, ты с Жоржем встречалась? Нет, нет, это Женя большая. Она встречалась? Не знаю, не знаю. У неё спроси. А кто он, Жорж? Женя большая, говорит он гадкий. Глупый, глупый партняшка, глупый партняшка. Портной? Ты не играешь. Скучно с тобой. Аннет, ты играешь с привидениями в прятки? Угадал. Кажется, я знаю, кто такой Жорж. Добрый день, сударыня. Чем могу служить? Я просто зашла узнать, какие у вас здесь новинки. По адресу, по адресу. Если позволите. Только что прибыл с последний журнал из Парижес. Прошусь. А вы партной? Точно так-с. Мадам сегодня в отъезде, так что я вместо неё ещё и клиентов принимаюсь. А как ваше имя? На случай, если мне захочется заказать что-нибудь именно вам. Буду очень рад. Меня зовут Христофор Захарович. С восторгом выполню любой ваш заказ. Одно мгновение. Рекомендую вам обратить внимание на десятый эскиз. Будет вам очень к лицу. Прошу прощения. Добрый день, сударь. Чем могу служить? Вы партной? Точно так-с. Что делали третьего дня вечером с двенадцати до двух часов ночи? Жорж или как вас там? Только не вздумайте от меня бежать. Я прошу прощения. Какая-то ошибка-с. Меня зовут Христофор Захарович. Вы Христофор. А в фантазиях ваших, Жорж, не так ли? Прошу вас. Не надо-с. Припосторонний. Мы с мадемуазель давно за вами наблюдаем. Я прошу вас, поверьтесь, я не убивал той девушки. Я вообще очень честный. Законопослушный гражданин. В обычной жизни. А ночью вы что вытворяете? Где инструменты? Какие инструменты? Ваши инструменты, с которыми вы в меблированные комнаты ходите. Вы арестованы. В управление доставить? Нет, 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 нет. Я не делал ничего противозаконного. Они сами за деньги соглашаются. Соглашаются? Соглашаются, чтобы их калечили и убивали. Уводите. Привет. Анна Викторовна, вы тоже можете быть свободны. Наблюдение с этого господина снято. Что себе? Тебе позволяете. Вы что, обиделись? Отчего вы? Вы же в полицию уже почти служите. Вот еще. Помилуйте, я готов извиниться, если вы находите что-то оскорбительное в службе в полиции. В полиции я ничего не нахожу. Но вы, вы, Яков Платоныч, шутите вы слишком резко. Прошу прощения. Вы что, здесь случайно оказались? Нет, не случайно. У меня здесь свое дознание. Дознание. Ну, вот, видите? Как же так? Такой приличный, семейный человек. И вдруг какой-то Жорж. Вы уверены, что это он? Я пока ни в чем не уверен. А Лиза? Может быть, она знала, кто убийца? Или догадалась, кто убил? Потому испугалась и в бега. Вы что, это знаете? Знаю. Пока всякая версия свой резон имеет. Отец убиенный в городе объявился и на него тоже покушались. В самом деле? Где он остановился? Анна Викторовна. Я хочу выразить свои соболезнования. Я же все равно знаю. На постоялом дворе он остановился, возле ярмарки. Отец. Я к вам еще зайду. Вспомнился. В карты играл с приятелями. Пять человек подтвердить могут. Вспомнился. И своими, да? Сью, секунду. Только жене моей не говорите. Три дочки у меня. Я проверю. Вспомнился. Вспомнился. Прошу прощения. А что со мной будет? Я ведь не убивал. И не калечил. Так припугнул только. Исключительно для остроты ощущений. Если вы понимаете меня как мужчина. А что к Григорьеву подкатывал? С Пашей уж не та острота ощущений была. Подкатывал. Ну, а чего не подкатываться? Публичный дом ведь. Ну, знаете, с ней было не сговориться. Она такая своенравная была. Царствие небесное. Дежурный. К камеру. Что? Я не думаю, что Жорж убийца. Не похож он на умалишённого. Алиби пока проверяю. А управляющий Яковлева Белецкий какое к делу касательство имеет? Был постоянный клиентом убитый. Но пока полной ясности нет. Так вы уж с Яковлевым и правой рукой его извольте. Пожалуйста, поделикатнее. Человек в городе мало сказать, что видный. Я лично знаком. Супруга и всё семейство милейшее. Грех и беспокоить. Вот даже как. Я на вас полагаюсь. А маньяк это или не маньяк, вы мне его хоть из-под земли достаньте. Давай, давайте. Жолдину, Елизавету, по вашему приказанию сняли с поезда. Где она? В столе Приводов. Занимаемся оформлением. Жива-здорова? Ой, живёхонька. При ней обнаружена крупная сумма ассигнациями. Ну, обнаружили при личном узке. Хорошенькая. Ну, я побожиться могу. Сама Женечка мне их дала. Прямо в руку сама вложила. Конечно. Господин следователь не верит. Ну, что ж мне поделать-то, а? Не врать. Так я истинный бог одну правду. Женечка, страдальца, знала, что больше не свидимся. Как сейчас перед глазами стоит, деньги протягивает. Возьми, Лизонька, может, хоть тебе счастье будет. Полгода житья без бедного. Дружочек мой, единственный, и так смотрела. Словно в душу заглядывала. Мне к ней в ножки броситься. Да откуда знали, что не увижу графини мою? Ну, хватит. Не на театре же мы на самом деле. Знала, что болела подруга твоя? Что за болезнь? Это что? Та страшная... Болезнь? Будто других болезней на свете нет. Что о Степане Яковлеве знаешь? Так это ж богатей какой. Управляющий его был. Вы меня не путайте. А деньги тогда чьи? Скопила Женечка. Она умная была. А почему сама сбежала? Все знают, что не нашли уже ни даже копеечки. Вот и опасалась, что меня в воровстве обвинят. Дежурный. Выводи. Давай госпожу Анну позовите. Она сама у Женечки спросит. Ну, так как? Прикажете позвать Анну Викторовну? Да вы что, Антон Андреич. Будем невиновность девицы, деньги укравшие доказывать. Кто? Меня зовут Анна, я... Я по поводу вашей дочери. Григорьев, чем могу? Я знакомая вашей дочери. Вы не похожи на девицу из заведения. А мы с ней познакомились в другом месте. Понятно. Хорошо. О чем вы хотите поговорить? Поговорить? Я хотела расспросить о Жене. Ну, что мне теперь рассказывать? После материнской смерти все и пошло. А от чего она умерла? Ее избили на улице. Наверное, ограбить хотели. А как ее звали? Евдокия. А зачем вам? Помолюсь за нее. Слушайте, барышня, вы что, тоже деньги разыскиваете, да? Ну, смотрите, нет у меня никаких денег. Нет-нет, я совершенно по другому поводу. Нет-нет, поэтому Женю говорят, убили из-за больших денег. И вы теперь все, как ищейки, рыщите и рыщите. Я знаю, что на вас было покушение. Слушайте, барышня, мне вообще-то надо идти к гробовщику. Я могу вам помочь? Чем вы мне можете помочь? Вы же не гробовщик. А-а-а! 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 Духи! А больше неоткуда такой сумме взяться. Помните, Лиза говорила, что можно безбедно жить? Полгода жизни? Да, да. Ровно полгода жизни давал Евгений Врач-Яковлевна. Но мы никак не сможем доказать, что это деньги Яковлева. Рад вас видеть, Анна Викторовна. Вы нас своими молитвами не оставите? Яков Платоныч. Жена Григорьева умерла от побоев. Да, он мне это говорил. На неё напали на улицу. Её и дома били. Это он вам сказал? Конечно, нет. Лиза нашлась. Жива и здорова. Позвольте мне с ней поговорить. Хоть я и не адвокат. Щиплец окаянный. Щиплец окаянный, а? Как это? Я тебе покажу, рвань базарная. Живодёр. Елизавета Тихоновна, зря вы здесь сцены свои разыгрываете. Барышня, помогите. Я денег не крала. На вас одну моя надежда. Помогите. Скажите им. Простите меня, Лиза, если можете не в моих силах это доказать. Что же это? Барышня, как же это? И вы не верите? Верю. Что ж теперь? Мне ни за что пропадать? Как сговорили все меня погубить, а? Витя, Женя к вам не пошла. Знала, что зря. И что, наверное, смерть свою идёт, чуяла. Подруга ваша на шантаж шла. Деньги вымогала, потому-то и представляла, как всё закончится. Неправда. Не такая Женька. Она сказала, что человек есть, который её ни в коем разе теперь не оставит. Жалко, не сказала, кто. Дело ведёт следователь Штольман. Столичная штучка. Со скандантель, смею заметить, репутацией. С чем к тебе пожаловал? Накопал, что её наблюдал Сомов. Спрашивал напрямую, не я ли рекомендовал. Что ещё? Дал понять, что представляет, кто на самом деле с ней бывал. Помощи просил. Что там по делу? По делу Степану Гнатьевичу пока ничего. Никуда не годится. Иди. А, постой. А чем он там в Петербурге скандалился? Дуэль. Говорят, за какую-то даму вступился. Ну, иди. А счёт девушек из заведения обольщаться не стоит? Обольщаться не стоит. Их совратили, бросили в бордель, а теперь покупают их любовь. Есть женщины, которые ни при каких обстоятельствах в домах терпимости не окажутся. Разумеется. Общество подталкивает туда тех, кто слаб. Ведь и Лиза, я же видел себе точно ребёнок, защищая себя. Вас послушаешь? Так они прям святые. Я одно вам могу сказать. Осуждая Женю, мы никогда не найдём её убийцу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как рука ваша? Заживёт. Что с ней станет? Ничего нового не вспомнили? Нечего мне вспоминать. Странный вы человек. За вами охотятся, вас преследуют. А вы отпираться вздумали? Ну, не знаю я, кто это был. Дочь ваша шантажировала своего женатого покровителя. Хорошо. А я здесь при чём? А не вы ли всю эту затею выдумали? Евгения неизлечимо больная была. Разыскала вас, чтобы помириться. Но вы присоветовали ей, чтобы деньги у любовника вымогать. Да не виделись мы. Не виделись. И я не знал, что Женя болела. Сознаваться, я понимаю, вам не с руки. Да не в чем мне сознаваться. Только знайте, теперь жизнь ваша ломаного гроша не стоит. Ищут вас те, кто её убил. Вот ошибаетесь вы, господин следователь. Сами. Сами, где вы были? Третьего дня с двенадцати до трёх часов ночи. Вот здесь я был. Вот здесь я был. Ну, где мне ещё быть? Кто-нибудь вас видел? Ну, я не знаю. Видели меня, не видели. Я не знаю. Вы что думаете, что я свою дочь из-за денег убил? Да вы, ваше благородие. Я к вам городового приставлю, на всякий случай. Ну, зачем мне это? Считайте, что для охраны. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебя выкараулим? Чё? Хочешь, я поторву? Ждёшь кого? Бабу. Бабу свою жду. Ну, так пошли к ней. Пойду. Пошли, едьте со мной. В управление пройдёшься. Не знаю, что вам надо. Может, сплясать? Дерзкий, значит? Понадобиться и спляшешь. Антимонию тут с тобой никто разводить не будет. Кто ж тебя к Григорьеву-то приставил? Не знаю никакого Григорьева. Продолжать свою карусель. На. Дружков своих сдашь, отпущу. Каких дружков? Я же всё равно найду. А слух пущу, что ты навёл. Ну, и какая у меня тогда разница? Разница такая, что слух я пущу до того, как их поймаю. Зря стараетесь. Не знаю ничего. Ну-ну. Посиди, подумай. Да мне и думать нечего. Ну, конечно. Мозгами раскинуть непривыкши, да? Да. Яков Платоныч. Так морда натуральная, каторжная. Они Женю убили, а теперь за отцом её охотятся. И есть пока одна за кого-нибудь. Ну, в чём же это? Сколько было на теле девушки на живых ранах? А эта публика привучена с одного удара на тот свет отражаться. Хорошо. Убил, может быть, Белецкий. А потом нанял людей, чтобы они отца добили. Он за шантаж. А что, отец не виновен? А за что же? За что же ему дочку-то убивать? Не является мне больше мать Женя. Кто её там бил? Что случилось? Не знаю. Анна Штольман не разберётся. А ты как будто ему совсем не доверяешь. Ну, послушай. Пошёл. Послушай. Мы при свечах болтали долго о том, что мир порабощён кошмаром мелочного. Пошёл. 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 И приставам, Ольта. Пошёл. Что мне это не... Ты совсем не в себе. Что ты видишь? Что ты видишь? Это какая-то тайна её матери. Ты о ком? О Жене, Жене. Она хранит её. Понимаешь? Оставь это дело Штольмину. Оставь Штольмину. Как нарочно. Всё запутано. А кто обещал, что нам убийцу на блюдечке подадут? Войдите. Ваше скобрудие, к вам господин Яковлев Степан Игнатьич. Здравствуйте. Я хотел бы переговорить с вами. Если возможно, с глазу на глаз. Благодарен вам, что дали возможность мне прийти самому. Смею надеяться, что вы поймёте меня как мужчина. Войдёте в моё положение. Не делай это следователя в положение входить. Понимаю. Однако, надеюсь, что моё имя не будет упомянуто в связи с этой историей. С Женей действительно встречался я. Мы были знакомы с ней всего лишь месяц. Однажды ей стало плохо, и я настоял, чтобы она обратилась к моему доктору. Он вынес ей диагноз. И как она это приняла? Она улыбнулась сквозь слёзы и сказала, что, может, она и к лучшему. Скоро с матерью встретится. Женя необыкновенная девушка. Да, если вы нашли деньги, знайте, это я ей сам хотел помочь. А кто знал, что вы дали ей крупную сумму? Никто. Я дал ей лично в руки. Мне кажется, она даже не поверила. А о вашей связи с Женей кто-то знал, кроме Белецкого? Только студент. Её воздыхатель. Я его видел несколько раз, но Женя сказал, что он безобидный. Значит, он и за вами следил. Я, со своей стороны, делаю всё, что в моих силах. Использую все свои возможности, чтобы найти убийцу. Надеюсь, вы понимаете, что должны сообщать полиции обо всех вновь открывающихся обстоятельствах. И самосуд не устраивать. Честь имею. Дежурный, господин Вершинин сюда. А Яков Платоныч, не закончил еще беседу с посетителем? Так вы ходили уже. Я за студентом Вершининым отправил. Как? За Вершининым? Ну да, я и познал за ним. Чтобы закончить с этими допросами полицейскими. Желаю поскорее всё прекратить. Так вы меня вполне обнадёжили. Сегодня же обещали. Ты скажи им, что я жду результата. А куш можешь удвоить. Я не ослышался? Удвоить? Удвоить. Ступай. Ах, Антон Андреевич. Вот уж кого не ждали. Антон Андреевич ко мне. Это я просила его зайти. И теперь забираю его подальше от ваших расспросов. Эх, Анна Викторовна, это мы с вами полагаем, что Вершинин невиновен. А Яков Платоныч с ремонти не станут. Да вы что, хотите сказать, что он невиновного за решетку посадил? Не, не то я хотел сказать. Не точно выразился. Опасаюсь, что на допросе Николай вину на себя примет. А что же делать? Поговорить с Яков Платонычем. Конечно, могу с ним поговорить. Но вы же знаете, что я для него не авторитет. Что вы? Он, конечно, делает вид, но на самом деле часто прислушивается к вашему мнению. Антон Андреевич. Анна, ты куда? Помогу Антону Андреевичу задержать преступника. Это весьма опасно. Антон Андреевич. Мария Тимофеевна, всего один урок английского для моего племянника. Звали. Время подшумает. Дело надо бы за два дня кончить. А уговор? Деньги вдвойне. Люблю такой разговор. Когда в кармане звенит. Сявка хорошо бежит. Заметана. Да. Я был осведомлен, что Женя встречается со Степаном Яковлевым. Но больше я с ней никого не видел. Николай, вы должны будете мне помочь. Хотя моя просьба может показаться вам странной. Я готов. Все, что скажете, лишь бы убийцу поймать. Я устрою вам очную ставку, на которой перед вами, скажем, будет три подозреваемых. И вы должны будете указать, что видели, как один из них уходил из номера Жени в ночь убийства. Но ведь я никого не видел. Сделайте это ради Жени. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. СТУК В ДВЕРЬ Оперзу ты его! Сторый! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Сколько это? Давай! СТУК В ДВЕРЬ Кто это? Я… Я не знаю… Ты дачу бил? Я… никого… не убивал… Яков Платоныч! Яков Платоныч! А где Яков Платоныч? Вышел он. Велел его здесь дожидаться. Ага. Так тебя что? Не допрашивали? Вызвали только как свидетелей. Этих в Аристанскую! И свидетель Вершинина ко мне! СТУК В ДВЕРЬ Свидетель Вершинин! Перед вами трое подозреваемых! Укажите, кто третьего дня ночью выходил из комнаты Евгении Григорьевой. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ И его… Его видел. Уверенный? СТУК В ДВЕРЬ Совершенно. Видел, как он из комнаты Жени выходил. Этого… Никто не мог видеть. Этого никто не мог видеть или… Это не могло быть? СТУК В ДВЕРЬ Убийца, отец? Да, только убийцу он себя не считает. Да и отцом, как будто, пожалуйста. Анна Викторовна, здесь будет проводиться допрос, так что я попросил по вас. СТУК В ДВЕРЬ Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна… Посмотри на меня. Посмотри. Что? Ну посмотри же ты на меня, не стесняйся. Думаешь, я за твои поганые три рубля страсть неземную изображать буду? А как ты у тявки бесстыдной в ногах ползал? Ты меня графиней сделал, сам увидев и узнал даже. Я всем, а я всем расскажу, как ты мать бил. Однажды до смерти забил. Боишься меня? Боишься убийц? А в живых еще больше боишься оставить, да? СТУК В ДВЕРЬ КРИКään ОАААА! СТУК В ДВЕРЬ Мать ее, она гулящая была. В Подоле принесла. От кого, не знаю. Поэтому вы ее до смерти и забили. Я стращал. Я стращал, как стращают все. Ну, как ее иначе? В узде-то удержишь. А дочка, она, она вся в нее пошла. Дежурный, уводите. Она, скажи, она, она хотела, чтобы я ее убил. Как вы Григорьева нашли? Это для вас, для фараонов кругом тайны. А для фартовых людей все как на ладони. А один из наших, что в борделе ошибается, видел его с Женькой. Белецкий вам деньги за убийцу предложил? Может оно и так. Только я тебе ничего не скажу. Ну, помяли мы этого Григорьева в номерах. Глупая драка. А больше ничего не было. Ну, так это мы еще поглянем. А как вы догадались, что он Григорьев убил? Одно то, что он в городе оказался в момент убийства Женина Сторожева. Да и вся эта история с убийством ее матери. Но доказать было невозможно. А когда Лиза пропала, засомневались-таки? Был такой момент. Но все разрешилось, когда Яковлев объяснился, верно? Понятно стало, что он к Горовским обратился. Как хотел убийцу покарать. А деньги-то что делают? Сразу и свидетель отыскался. А вот свидетелей у нас не было. И я попросил Вершинина нам подыграть. Ложи свидетель поставить. А я думал, вы арестовать его хотите, поэтому Анну Викторовну позвал. А как она убийца-то, а? Все четко она просчитала, как по нотам разыграла. Невероятная девушка. Не захотела она тебе помочь или не смогла? Давы-то узнать невозможно. Ну… Скажи еще, не подвластна человеческому разуму. А как ты любишь. И что же, я не подвластна. Даже с таким даром. Как у тебя? Дядь, дядь, ты мне льстишь. Ну… Ну, разве что самая малость. Извини. Допрос Григорьева из головы не выходит? Как вам это удается? Как же вам объяснить? На языке вам понятно. Может, попробуете? Женя знала, что Григорьев может убить. И хотела этого. Вот такое страшное придумала наказание. Не могу я поверить, что она искала такую смерть, чтобы наказать отчима. Ведь… Ведь она не хотела, чтобы мы знали, кто убийца. Но у нее была вера в высший суд. Она верила, что приговор высшего суда, а не земного. Это и есть самое страшное наказание. Сложновато как-то. А вы всегда ищете в людях что-то хорошее. Может, поэтому вам и дается много больше, чем другим? Иногда мне хочется быть самой обыкновенной девушкой. Никогда вы обыкновенной не будете, Анна Ильдоровна. А вы, Яков Платоныч, никогда не научитесь видеть то, что вы не способны принять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok